Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня перед вами видео под названием Вейп, вейпинг, электронные сигареты, парение. Состав вейпов, 100% геноцид и врождение. Сейчас вы услышите жизненно важную информацию, которая многих шокирует и многих заставит задуматься, очнуться. Знать это необходимо, и ваш долг просто обязанность, если вы человек, конечно. После полного просмотра этого ролика переслать ссылку на это видео своим близким и родным, всем, кого знаете. Главная цель этого моего видео предотвратить подсаживание на эту химию детей, молодежи. Другая цель снять с этой жижи всех людей и еще одна, объяснить, что с вами будет непременно при курении, парении этих вейпов. И сейчас я вам это все поясню пошагово. А зачем люди начинают втягивать в себя эти пары? Да потому что это типа модно. Вообще быть стадом, как выясняется многим, теперь не противно, а приятно. Чтобы бросить курить сигареты, так поясняют некоторые люди, которые рады обманываться. Много и других причин, одна другой глупее. В общем, от глупости люди начинают тащить в рот то, чего в нем никогда не должно быть. Вообще здесь многобазие факторов. Яркость упаковки, антураж, приятные ароматы, убежденность, что это безопасно, да еще чуть ли не красиво, потому что эффектно. Все это успокоительные мотивы начинающих. Я же расскажу вам непременную концовку всех этих начинаний, а вы потом поясните другим. Так безопаснее табака эти вейпы? Нет, гораздо опаснее. И скоро я поясню, докажу почему. Некоторые действительно думают, что это парение безопасно, что так можно отучиться от табака, а потом и убрать вейпы. Парящих вейпы не раз проверяли на никотин, и в 99% случаев выяснялось, что доза никотина в крови у вейпера примерно та же, что и у классического курильщика, а иногда и больше. Кстати, аэрозольная смесь, а с ней никотин от вейпа, всасываются в кровь быстрее, чем из дыма табака. Вот одно письмо от очнувшегося вейпера. Некий Бектос пишет. Я тоже перешел на вейп после сигарет. Точно такие ощущения были. Но через 4 месяца в легких тяжесть, то ли боли, пришлось бросить. Так что, брат, не думай, обращаясь к зрителям, он пишет, что вейп лучше сигарет. Все одна фигня химия. Бросай, пока здоровье еще не погубил. Здесь я хочу разочаровать. Уже погубил. Скоро я перейду к составу вейпов с пояснениями воздействия на организм компонентов вейпов, то есть содержащихся в нем веществ. А сейчас я зачитаю вам просто страшные письма. И время на это сколько-то уйдет. А вы подождите, слушайте. Эти письма предельно важны. В них глубина всего кошмара, ужаса. Кто-то от этого очнется. Поступили эти письма под мое последнее видео, где я коснулся темы вейпов. Вот под это. И что же, слушайте. Зачитаю всего 5 песен. Аня Старлетт. Сейчас пить и курить начинают с начальной школы. Я училась в гимназии, которая считалась достаточно престижной, но и там творился сущий кошмар. Мальчишки за пивом бегать начали в пятом классе. К концу шестого полкласса пили и курили на регулярной основе даже девочки. К девятому не пьющей и не курящей осталась только я одна. В школах попроще, дела обстоят еще хуже. Там трава, колеса и прочая прелесть в ходу уже класса второго. Про спиртной и табак я уже молчу. Это немыслимо. Это просто кошмар. Второе письмо. Явелина, можно, пожалуйста, подробнее про вейп и электронные сигареты? Мне 17 лет, и вы не представляете, какая это масштабная проблема среди подростков. Вы знаете, дорогие товарищи, я вот после этих писем просто утром рано, ну в 5 утра, сел за компьютер и стал писать вот эту статью, которую сейчас вам зачитываю. Третье письмо. Андрей Пушкин, благодарю вас за ваш труд. Вы поднимаете очень важные темы для здоровья человека. Алкоголь, табак и новомодные курительные смеси. Не так давно состоялся разговор у меня с несколькими людьми о курительных смесях, и я с ужасом узнал, что практически все школьники курят эту дрянь. Дело в том, что она не имеет запаха, и они это делают прямо в стенах школы на переменах. И еще один факт, который вызвал мое возмущение, что сами родители покупают своим детям это дерьмо. Вы знаете, дорогие друзья, я тоже об этом узнал, я просто в шоке. Какие же есть родители, дебилы? Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Я прошу вас после завершения просмотра этого видео посмотреть вот это видео. Про одного подонка, мошенника из Дагестана, вы должны это знать, знать его в лицо, и помочь мне, как и всем честным людям, обезопасить себя и других от этого мерзавца. Продолжаю. О каком здоровье нации, пишет человек, может идти речь, если вокруг творится такой беспредел? Да, и еще, стадо. А по-другому не могу назвать эту группу лиц, очень любит курить кальяны. Причем это делается на курортах, прямо на набережных, из-за чего просто противно вечером гулять. И никто не видит в этом ничего плохого. Вот и инструменты уничтожения людской массы. Совершенно верно. Четвертое письмо. Хелена Си. Юрий Андреевич, спасибо, что рассказали про вейпы. Это был ответ на мою просьбу. Сейчас много молодежи на них подсело. Скоро 1 сентября. Новый учебный год. И последнее здесь пятое письмо. В нашем маленьком городке 55 тысяч населения. Уже 9 магазинов насчитал. И они все открываются и открываются. Гуляю по местам скопления школьников, молодежи. Процентов 90 точно курят электронику. Одну на троих, четверых. Типа втихую. Да и в подъезде есть закладки потайные. Электронику прячут вместе с конфетами от родителей. До чего дожили. Еду на машине. На перекрестках очень много дымят электроникой. Под музыку. Даже знакомые, которые не курили раньше, подсели на туман. Здесь я одно дополнение скажу. В массы пропагандируют эти подонки, которые распространяют эту мерзость. И те мерзавцы, которые говорят, что ничего вредного в этом нет. Они говорят, что этой гадостью можно отучить курильщика табачного. Курить папиросы. Именно что даже знакомые, которые не курили, подсели на туман. Все как обычно. Типа для вашего же блага. Ну что ж, продолжим. Думая, что это парение безвредно, молодежь начинает курить массово и с более раннего возраста. Убивая свое здоровье и свою генетику безвозвратно. Это удар по будущим поколениям. Это геноцид стопроцентный, настоящий. Один из инструментов геноциды. Сейчас и так почти все дети ослаблены и больны. Вейпы, снюсы и прочие мерзости. Это геноцид. Знаете об этом. Помните. Итак, вейпинг не помогает бросить курить, а помогает начать молодежи курить. А никотина, как правило, в этих жидкостях больше заявленного. Но дело даже не в нем. И все же, как вы думаете, производители этой гадости хотят, чтобы вы покупали этот яд у них и дальше? Ну, очевидно, да. А за нарушение состава заявленному, как вы думаете, их расстреляют? Или будет небольшой штраф, и то вряд ли. Ну, конечно, второй вариант. Дальше пояснять, что они туда могут добавлять, помимо заявленного. Итак, состав, который точно известен. Знаете, главное, что при нагреве изначальный состав меняется и качественно. То есть образуются новые соединения вещества, более токсичные, чем были в жидкости. Чем указано на упаковках? И количественно. То есть различных веществ и соединений становится больше по количеству. Причем в разы. И если даже в конкретной жиже конкретного вейпа нет никотина, такие редкости бывают, не радуйтесь. Зато в любом вейпе есть много иного. Например, первое. Пропиленгликоль. А при нагреве он превращается в пропиленоксид. Это вещество есть мощнейший канцероген, который приводит к раку. Сейчас в наши дни онкогенных факторов воздействия на организм и так десятки. И любой дополнительный, тем более такой мощный, как жидкая химия, может стать триггером к возникновению онкологии в самом молодом возрасте. Также пропиленоксид убивает печень и почки, главные фильтры нашей крови. А ведь куда из легких при вдыхании этой химии идет в кровь? И именно печень и почки очищают кровь от разных токсинов. И первый удар принимают на себя. Ничего удивительного. Ну, про такие мелочи, как астма, пневмония, ослабленный иммунитет, осложнения при вирусных заболеваниях вплоть до смерти. И говорить не буду. Второе. Нитрозамины. Эти страшные канцерогены вызывают карциномы и другие виды онкологии. Гарантированно. Вопрос времени. Третий. Ацетальдегид. Это страшный канцероген, который вызывает генные мутации, нарушает гормональный баланс, разрушает нервную систему, вызывает привыкание. Он подсаживает на эти жижи. Это наркотик, а также вызывает умственную отсталость и преждевременные старческие болезни, вроде Альцгеймера. И вот скажите, все это, и не это ли нужно тем подонкам, кто вел эти электронные сигареты в мир? Кто подсадил на них сотни миллионов человек по всему миру? Не это ли часть программы по сокращению населения планеты? Четвертое. Глицерин. Казалось бы, безвредное вещество. При нагреве образует вещество акролиин. Акролиин. Это ненасыщенный альдегид, который является страшным токсином. Знаете, его используют как гербицид для борьбы с сорняками, убивая при этом почву. Скоро я расскажу вам про ароматизаторы, а пока несколько названий роликов из сети, а по сути реклама этой мерзости. Например, добавил вискарь в вейп и опьянил. Или топ-трюки для вейпа. Или взрослые и молодые пробуют вейп. Или парю вейп под водой. Или как парить, чтобы не спалиться. Вот все эти подонки, кто снимают такие видео, они враги и предатели своей родины и своего народа. Это убийцы, гораздо более опасные, чем серийные маньяки типа Чикатило. В обществе должно быть стойкое понимание, кто есть кто и что есть что. Надеюсь, это мое видео откроет многим глаза. Продолжаю. Запомните главное. Может хотя бы так вы, кто курит эту гадость, хотя бы так себя нынешнего возненавидите, изменитесь тогда в желании прекратить быть этим существом, которое назвать человеком нельзя. Вдыхать что-то в себя, кроме воздуха, противоестественно. И есть это извращение и мерзость. А дураки пыхтят и травят себя никотином. И если бы только им. Да, в любой марке табака содержатся отравляющие вещества сотен видов, включая радиоактивные элементы, смолы и другие канцерогены. Но вейпы не уступают табаку по отравляющим веществам. В вейпах огромное количество синтетики, гораздо более опасной, в том числе красители и ароматизаторы. Ароматизаторы это страшные токсины. Например, диацетил. Ацетил пропионил. Самые опасные ароматы, маслянистые и сладкие. Ваниль, корица и так далее. Помните, что никакого отношения все эти ароматы к корице и ваниле не имеют. Как иные по аналогии. Это чистая химия, которая обманывает мозг. Формальдегид это гарантированный рак. Вопрос только времени. Поверьте, не продолжительного. И если вы слезете с вейпов, шанс заболеть раком, конечно, уменьшится. Но останется высоким. Так как формальдегид практически не выводится из организма и наносит ему непоправимый вред. Помните также и то, что электронные сигареты не являются средством, облегчающим бросить курить сигареты обычной. Итак, состав вейпов гораздо богаче. Я прошелся только по верхам. Но и этого предостаточно для вменяемого человека, неконченного наркомана, чтобы больше никогда не травить себя этой мерзостью, чтобы иметь право называть себя человеком. И достаточно, чтобы оттащить других от пропасти самоубийства, а также убийств других людей, будущих поколений, нации. Поскольку эти идиоты втягивают в свое курение рядом находящихся людей, а тем более подростки, где очень сильно стадное чувство подражания. Запомните важнейший постулат. Курение любое, обычное и тем более вейпов, это не лично твое дело. Это дело общественное. А государство должно не только запретить всю эту мерзость, но и переравнять эти зелья к наркотикам, нелегальным наркотикам. И строго карать за продажу этой отравы, как за распространение нелегальных наркотиков. Лично я ввел бы одно наказание за любое подобное распространение. Единственное эффективное – это расстрел. Такая мера наказания позволит свести к минимуму, в тысячу раз сократить потребление любой наркотической отравы. А дышать, дорогие друзья, надо и можно воздухом с эфирными натуральными маслами. Естественно, лучше всего на природе, в хвойных лесах. Или используя травы вроде душицы, например, при ингаляции, или перед сном класть на тумбочку, кто-то вшивает в подушки. Одна польза – это называется аромотерапия. Можете посмотреть мои видео про лекарственные травы, у меня есть на ютуб-канале моем вот этом целый плейлист на тему лекарственных трав. Хотите быть людьми, а не быдлом? Помните, никакого в жизни алкоголя, табака, жидкой химии, энергетиков, снюсов и прочих легальных наркотиков. И никаких, разумеется, нелегальных наркотиков и прочего неестественного, синтетического в жизни быть не должно. Только натуральная еда, а питье – вода. Да, вода. А радость от жизни, которую многие из вас называют наслаждениями и удовольствиями, надо получать именно что духовно. Поэтому и называются эти чувства естественной, не извращенной радостью, душевные чувства. Впрочем, об этом я подробно рассказываю во многих своих видео. Ну и, конечно, посмотрите мои все видео про алкоголь. Узконаправленные и общие в ответах на вопросы. Где я говорил об этом в ответах на вопросы. Все ссылки на эти видео, какие я имею в виду и прямо сказал, я ставлю для удобства вашего прямо под этим видео. Вот, посмотрите, как и с компьютеров, и вот как с телефонов, смартфонов вы можете открыть. Эти ссылки, оказывается, многие просто не знают, как это делается. Теперь будете знать. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Я жду ваши комментарии. Пишите их обязательно. Пересылайте это видео всем, кого вы знаете. Это наше общее дело с вами. Может быть, это последний шанс спасти будущее поколения, значит, будущее нашего народа. До новых встреч!